или там улучшить, повысить уровень жизни, или что-нибудь в этом роде. Зимина прогласил его в качестве средства спасения, а проблема спасения находится в центре всех религий по выбору. И вот он, выбор, чтобы охарактеризовать этот дух капитализма, он, с одной стороны, анализирует, используя всякого рода рациональные познавательные средства, а с другой, он стремится создать у читателя некий образ этого духа. И для того, чтобы создать этот образ, он приводит длиннейшую цитату из наставления молодого, молодому бизнесмену Бенджамина Франклина. И это настолько характерно, что я не помню, вы, может быть, читали это. Но это, с одной стороны, надо сказать, что никакой редактор никогда бы не пропустил вот у нас, например, или в другой стране сегодня, такую длинную цитату. Но классикам закон не писан, так сказать. И что дозволено Юпитеру, то не дозволено простому быку, скажем так. И вот эта цитата, которую он приводит, весьма красноречива. И выбор ее приводит из этого самого наставления молодому бизнесмену, для того, чтобы охарактеризовать этот самый дух капитализма. Помни, что время – деньги. Тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по 10 шиллингов, и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома, должен, если он расходует на себя всего только 6 пенцев, учесть не только этот расход, но считать, что он истратил, или вернее выбросил, сверх того, еще 5 шиллингов. Помни, что кредит – деньги. Тот, кто оставляет у меня еще на некоторое время свои деньги, после того, как я должен был вернуть их ему, дарит мне проценты. Или столько, сколько я могу выручить с их помощью за это время. А это может составить значительную сумму, если у человека хороший обширный кредит, и если он умело пользуется им. Помни, что деньги по природе свои плодоносные, способны порождать новые деньги. Деньги могут родить деньги, их отпрыски могут породить еще больше и так далее. 5 шиллингов пучиной в оборот дают 6, а если эти последние опять пусить в оборот, будет 7 шиллингов, 3 пенца и так далее, пока не получится 100 фунтов. Чем больше у тебя денег, тем больше порождают они в обороте, так что прибыль растет все быстрее и быстрее. Тот, кто убивает супоростную свинью, уничтожает все ее потомство до тысячного ее члена. Тот, кто изводит одну монету в 5 шиллингов, убивает все, что она могла бы произвести, целых колонных фунтов. Помни пословицу, тому, кто точно платит, открыт кошелек других. Человек, рассчитывающийся точно к установленному сроку, всегда может занять у своих друзей деньги, которые им в данный момент не нужны. А это бывает очень выгодно. Наряду с прилежанием и умеренностью, ничто так не помогает молодому человеку завоевать себе положение в обществе, как пунктуальность и справедливость во всех его делах. Поэтому никогда не задерживай взятых с тобой взаймы денег ни на один час сверхустановленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя навсегда его кошелек. Следует учитывать, что самые незначительные действия оказывают влияние на кредит. Сток твоего молотка, который твой кредитор слышит в 5 часов утра и 8 часов вечера, вселяет в него спокойствие на целых 6 месяцев. Но если он увидит тебя за бильярдом или услышит твой голос в трактире в часы, когда ты должен быть за работой, то он на следующее же утро напомнит тебе о платеже и потребует свои деньги в тот момент, когда их у тебя не окажется. Это не нашли. Нет, да. Всем приходит на ум, когда человек берет и потом говорит, ну, уже раз я брал или... Было ли это? Так нет, у нас понятно, что имбирот, блядь, там, и я бы сказал. Кроме того, аккуратность показывает, что ты помнишь о своих долгах, то есть, что ты не только пунктуальный, но и честный человек, а это увеличивает твой кредит. Остерегайся считать своей собственностью все, что ты имеешь, и жить сообразно с этим. В этот самообман впадают многие люди, имеющие кредит. Чтобы избегнуть этого, введи точный счет своим расходам и доходам. Если ты дашь себе труд обращать внимание на все мелочи, то это будет иметь следующий хороший результат. Ты установишь, сколь ничтожные издержки вырастают в огромные суммы и обнаружишь, что можно было бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в будущем. За 6 фунтов годового процента ты можешь получить в пользование 100 фунтов, если только ты известен как человек умный и честный. Кто зря тратит 4 пенса в день, тот в год тратит бесплодно 6 фунтов, а это плата за право пользования 100 фунтами. Кто ежедневно тратит часть своего времени стоимостью в 4 пенса, пусть это будет всего несколько минут, тот теряет в общей сумме дней возможность использовать 100 фунтов в течение года. Тот, кто бесплодно растрачивает время стоимостью в 5 шиллингов, теряет 5 шиллингов и мог бы с тем же успехом бросить их в море. Тот, кто потерял 5 шиллингов, утратил не только эту сумму, но и всю прибыль, которая могла бы быть получена, могла быть получена, если вложить эти деньги в дело, что к тому времени, когда молодой человек состарится, могло бы обратиться в значительную сумму. Так проповедует Бенджамин Франклин. Ну и так далее. Так вот, Вебер характеризует, Эдлер Вебер приводит эту цитату для того, чтобы нарисовать образ этого самого духа капитализма, основанного, как уже очевидно сказанного, на бережливости, на честности, на расчете, на пунктуальности, на работоспособности и так далее. На трудолюбии, естественно. Главный признак вот этого капитализма, а Вебер различает два вида капитализма. Вот этот капитализм, он называет производительным. И этот капитализм как раз и возник вместе с протестантской этикой. Но существует и другой капитализм, который существует всегда и везде. И который Вебер называет грабительским, ростовщическим, разбойничьим и так далее. Этот капитализм не имеет ничего общего с этим. Юрий Николаевич Давыдов, когда анализирует ситуацию в нашем обществе, последние 10 лет усиленно подчеркивает, что мы построили вот второй капитализм, но совсем не построили первый. Хотя мне кажется, что это второе строить не надо, вот сам собой. Всегда прекрасно строится, потому что хапнуть там или урвать что-нибудь, это ничего строить не надо, это Вебер. И выводит это из того, что всегда были разбойники, спекуляты, и они будут, которые захотят при минимуме усилий достичь максимума благ. Поэтому здесь некое заложено в трактовку, в интерпретацию о том, что мы построили вот этот второй разбойничий капитализм, заложена идеология, что вроде бы кто-то сознательно строил такой капитализм, хотя, повторяю, строить его не надо, он всегда с удовольствием строится сам собой. И строился и в советское время, кстати, он всегда был, что очень важно. И никуда не девался, просто он менял свои обличия. Главный признак вот этого производительного капитализма по Веберу это господство формальной рациональности. И вот что такое формальная рациональность по Веберу? Это то, что поддаётся количественному учёту, то, что калькулируется. Если же экономика служит целем внеэкономическим, то она основана на так называемой материальной или содержательной, неформальной рациональности. Материальная рациональность – это рациональность для чего-то, а формальная рациональность – это рациональность не для чего, рациональность ради самой себя, где она выступает как самоцель. И вот, собственно, веберовская теория формальной рациональности, это и есть его теория производительного капитализма. Теперь я перейду к характеристике тоже достаточно известной, весьма известной вещи у вебера. Это типы господства. И с категорией, это социология власти и типологизация господства у вебера, она тесно связана с категорией социального действия тоже. Социальное действие, как мы уже знаем, у вебера всегда связано с ожиданием в отношении другого. Отсюда вытекает и его типология легитимного господства. Легитимного, то есть такого, которое не базируется на праве сильного, это господство, которое признано управляемыми индивидами. Господство по выбору предполагает взаимное ожидание. И, кстати, это не только выбор, опять-таки, это до выбора анализировали эти вещи известные немецкие юристы и социологи, и у Тениса мы встречаем подобное. Что это за ожидание взаимное? Тот, кто приказывает, ожидает, что ему будут повиноваться, а тот, кто повинуется, ожидает, что приказ будет носить именно тот характер, который ожидается повинующимися. И вот, учитывая это, выбор анализирует три идеально типических мотива повиновения и, соответственно, три идеальных типа господства. Первый мотив повиновения – это интересы, то есть это некоторые цели, рациональные соображения повинующихся относительно преимуществ или невыгод повиновения. Интересы. Первый мотив – подчинение повиновения. Второй мотив повиновения, в принципе, это нравы или привычка к определенному поведению. И, наконец, третий мотив – это личная склонность подданных, то есть эмоциональный мотив эмоций. Ну, а отсюда вытекает и три типа господства, легитимного, подчеркиваю. Легальный тип, который основан на интересе и на цели рационального действия. Какой тип господства имеет место в современных европейских государствах? Здесь подчиняются не личности, а законам. Причем законам подчиняются не только управляемые, но и управляющие. Аппарат управления состоит из специально обученных чиновников, которые должны действовать, невзирая на лица, по определенным формальным правилам, рациональным правилам. Основа этого легального типа господства – это формальная рациональность. Потому что по выбору она, конечно, действует не только в экономике, но и в праве. Бюрократия – это чистый тип легального господства. И выбор выделяет некоторые черты бюрократии, которые сегодня остаются во всех учебниках социологии, и когда характеризуются характерные черты, когда характеризуются типичные черты бюрократии, выделяются именно они. Это четкое разделение труда, четкая фиксация статусов, деперсонализация и так далее. Но на вершине иерархии бюрократической по выбору находятся не бюрократы. Это либо наследственные монархии, а не над бюрократической структурой. Либо это избранные народом президенты, либо это лидеры, избранные парламентом, если речь идет о парламентской республике. Но повседневная работа ведется специалистами-чиновниками, так называемой машиной управления. Термин, который использует сам выбор. Интересно, что... Ну а программу этой машине задают лидеры, которые ставят ее на службу определенным политическим ценностям. Интересно, что этот же процесс рационализации в сфере права, в сфере организации, в сфере организационных систем зафиксирован был в это время и в художественной литературе. Потому что Кавка, не знаю, знаком он был с выбором или не знаком. Но если вы возьмете, например, такие его классические вещи, как процесс и замок, прекрасно это показано. Вот этот принцип формальной рациональности в юридической сфере. В романе знаменитом «Процесс» гениально Кавка показывает на протяжении всего романа, как некоего человека в чем-то обвиняют. И подробнейшим образом описаны все формальные процедуры. Он ходит на допросы, у него есть адвокат, который выдвигает доводы в пользу его защиты. Есть обвинитель. Он постоянно вертится, эта машина, на протяжении всего романа. Причем читатель так до последней страницы, и не зная, в чем же все-таки обвиняют. И сам обвиняемый не знает, в чем. Но при этом машина работает очень исправно. В конце концов, его казнят. И никто, ни читатель, ни сам обвиняемый. И вообще никто не знает. И при этом машина работает совершенно четко. Там соблюдены все формальные процедуры. Это очень интересный такой сюжет. Наверняка он уже разрабатывался, вот, «Вебер» и «Кавка». Или, допустим, «Замок», тоже знаменитый роман «Кавки», где некий землемер приезжает устраиваться на работу. Его приглашают, поскольку он прислал письмо, и его приглашают туда, в эту организацию работы. И он приходит туда, и он никак не может понять, чем занимается эта организация, какова ее продукция. Там есть несколько этажей, множество отделов, все контролируют друг друга, бумаги ходят с этажа на этаж. Этот землемер там вступает во всякого рода взаимоотношения, функциональные, любовные, еще какие-то. Но при этом никак невозможно понять, что делает. И он пытается вообще понять, что они там делают, и они хотят взять его на работу. Но при этом так, опять-таки, до конца романа не ясно, что делает эта организация, хотя очень подробно расписано ее функционирование. Второй тип легитимного господства по выбору – это традиционный тип. Но это очевидно, что оно основано на традиционном типе действия. Оно основано на вере и в законность, но и особенно в священность, унаследованное от прошлого власти. Самый чистый тип этого господства – это патриархальное господство. И, собственно, вся структура традиционного типа господства воспроизводит структуру патриархальную. Здесь имеет место община господствующих, община управляемых, господин, слуги, подданные. Все это воспроизводит структуру семьи в патриархальном обществе. Аппарат управления в данном случае – это лично зависимые от господина домашние служащие. Это родственники, друзья, вассалы. Здесь основание для назначения и продвижения – это не служебная дисциплина, не компетентность, а личная верность подданных. Ну и, наконец, третий тип – это так называемый харизматический тип господства. Вы тоже наверняка это знаете. От греческого слова «харизма» – «божественный дар», «благодать». Этот термин, кстати, проник уже и в прессу. Мы можем услышать его часто и из уст политиков, и журналистов. Хотя, опять же, они понимают это часто на свой лад. И один известный тележурналист, как-то я видел интервью, он брал у одного политика, и он ему сказал, «Ну, сейчас политику харизма необходима, ведь сейчас без харизмы нельзя». И он при этом показал кулак такой, хотя понятие харизмы к кулаку не имеет никакого отношения. Или если имеет, то косвенное. Харизма может сопровождать кулак, а может и не сопровождать. Это просто автономные вещи. Но почему-то он, значит, потряс кулаком, и тот с ним согласился, что да, без харизмы никак нельзя. С чего можно было понять, что харизма – это и есть кулак. Это напоминает рассказ Зощенко, где там один герой говорит другому, своему конкуренту на любовной почве, он говорит ему, а ну-ка выходи на серенаду, сейчас я тебе башку отвинчу. Примерно так понимают харизму некоторые наши журналисты. Но это опять-таки, когда эти понятия попадают в сферу обыденной жизни, они интерпретируются, естественно, по-разному. Просто я хотела сказать, что, может быть, это следствие того, что, сколько я помню, впервые так много заговорили о харизме на телевизме в связи с фигурой Мирал Либидов. Может быть, поэтому теперь мы в этой четкой ассоциации. Может, и поэтому так произошло, что отложилось в сознании в связи именно с его образом. По выбору харизма, этот тип господства основан на вот так называемых харизматических качествах лидера. То есть на том божественном даре, который, божественном, конечно, в кавычках, опять же, судьба здесь наделила его, или природой, или непонятно, что некими качествами, которые заставляют людей идти за ним. Это могут быть по выбору так называемые магические способности, это у шамана какой, пророческий дар, сила духа и слова. Вот и по выбору харизмой вот этой самой наделены и знаменитые герои, великие полководцы, пророки, основатели мировых религий, выдающиеся политики, гениальные художники, не обязательно политические дети. И в качестве примеров, харизматиков таких, Вебер приводит Будду, Иисуса Христа, Магомета, Александра Македонского, Наполеона, Юлия Цезаря и так далее. И основа этого типа господства, это, естественно, аффективный тип социального действия. Выбор называет харизму великой революционной силой. Харизматический тип, так же, как и традиционный, основан на личных отношениях господина и подчиненных. В отличие от легального типа, харизматический тип господства, авторитарен. Но при этом, в отличие и от традиционного, и от легального типов, харизматический тип господства, недолговечен. Довольно быстро происходит, так называемая, рутинизация харизмы, от слова рутина. И этот тип превращается либо в традиционный, либо в легальный. Вообще, если говорить о том, как понимает выбор политику, это очень интересно и поучительно. Потому что, в отличие, кстати, от Дюргейма, который вообще считал политику неважным таким явлением, и даже в своей классификации, разделов социологии, он не выделяет социологию политики в качестве особой отрасли социологии. В отличие от Дюргейма, выбор придает очень большое значение политике. Для Дюргейма основные институты общества, это религиозно-нравственные институты, это базовые такие вещи, вслед закон там. Ну а выбор, повторяю, политике придаёт очень большое значение. Под политикой он понимает, я цитирую, стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти. Будь то распределение между государствами, внутри государства, между группами людей, которые оно в себе заключает. Свои взгляды на политику, здесь я уже завершаю рассмотрение типов господства, и перехожу к характеристике некоторых взглядов выбора на политику и науку. Ну, перед этим просто завершу, а потом остановлюсь более детально на вот этих сторонах его творчества. Отмечу, что социология в её современном виде в значительной мере обязана, или в огромной мере, обязана Максу выбору. Если говорить о его политических взглядах, то преобладали в нём, преобладал в его взглядах либерализм. И политический, и экономический, безусловно. выбор внёс вклад и в общую социологическую теорию, огромный вклад, и в отдельные отрасли социологического знания, будь то социология искусства, социология политики, экономическая социология и так далее. Ну, вообще трудно найти такую отрасль, где бы влияние выбора сегодня не ощущалось. Более того, он оказал влияние и на мировоззрение в общем 20 века в целом. Последние, ну, уже по крайней мере лет 20 наблюдается выборовский ренессанс, ну, вы можете есть книга вышедшая недавно Юрия Николаевича Давыдова, которая называется «Макс Вебер и современная социология», где все эти вещи рассмотрены. Юрий Николаевич опубликовал книжку в Германии, которая называется «Макс Вебер и Россия» совместно с Пиамой Павлом и Гайденко, тоже очень крупным специалистом по Максу Веберу. Они преподавали в Гейдербергском университете эту тему и участвовали в этом семинаре постоянно действующем, о котором я упоминал. Курс как раз посвященный Максу Веберу и России. Кстати, Вебер следил внимательно за событиями в России и некоторые его оценки революционные, события в России они любопытны и интересны и сохраняют свое значение. Он был дружен Вебер с некоторыми российскими социологами, в частности он был хорошо знаком с Кистяковским и в значительной мере та информация, которую он имел о России, она по-видимому шла от Кистяковского, который в свою очередь был учеником Зиммеля, который был другом Вебера, ну и так далее. Это тут они входили в один, скажем так, в одно микросообщество научное. вот я теперь остановлюсь на его взглядах на политику и на науку в конце. Что он понимал под политикой, я только что сказал. В своей классической работе политика как профессия Вебер отмечает, что существует два способа сделать из политики свою профессию. Жить для политики и жить за счет политики. И вот для него конечно очень важным и безусловно предпочтительным был первый вариант. Он отмечает три решающих качества политика, настоящего политика. Это страсть, чувство ответственности и глазомер так называемый. Вот глазомер специфическое качество, которое позволяет точно оценивать, что происходит и принимать соответствующие решения. Решения, которые бы точно соответствовали точному точной оценке ситуации. но и в деятельности политика для выбора очень важно вот это вот развлечение этики убеждения, этики ответственности. обращаю ваше внимание на эти понятия, поскольку они сохраняют свое значение. Кстати, замечу в скобках, пока не забыл, что выбор был либералом, как я уже сказал, и в политическом, и в экономическом смысле. И когда во время Первой мировой войны в силу обстоятельств, то есть обстоятельств, связанных с военным временем, в Германии произошло об обществлении некоторых отраслей экономики, инициатором этого был знаменитый и выдающийся ученый, писатель и политический деятель Вальтер Ратенау, который парадоксальным образом, обращая ваше внимание, я даже об этом написал в одной статье мимоходов, Вальтер Ратенау придумал советскую систему экономическую, как ни странно. Мало кто сегодня понимает это и отдает себе в этом отчет, но Ленин, когда он создавал систему совнаркомов и систему отраслевую и совнархоз и так далее, он ориентировался на идеи Вальтера Ратенау. Ратенау был выдающийся ученый, химик, прежде всего, он был основателем знаменитой компании АЕГ Телефункин, и он же благодаря открытиям, сделанным в области химии, эти фирмы и создал. Я не помню, в чем они состоят, что-то связанное с электролизом или что-то в этом роде. Впоследствии он во время Первой мировой войны был министром тыла. И тогда в своих работах, они, кстати, изданы некоторые на русском языке, и в библиотеке Ленина в Кремле я зафиксировал около десятка работ Ратенау и на русском, и на немецком. Ратенау доказывал, что зачем нужна эта вредная конкуренция отдельных предприятий, когда можно взять и объединить родственные предприятия, работающие в одной сфере, в единую отрасль. Это будет иметь большие преимущества. Зачем нужна вредная конкуренция, когда может быть полезная кооперация. Это приведет и к экономии ресурсов, и к устранению ненужного дублирования, все, что обычно в наших любят рассказывать министры, замы, или какие-то деятели КПРФ. Это Ратенау, это было вполне логично. Во время Первой мировой войны Германия с проблемами тыла справлялась вполне успешно, благодаря как раз вот этой концентрацией и централизацией некоторых базовых отраслей производства. Я делаю это отступление в связи с тем, что Вебер в то время забил тревогу и кричал, что это страшно опасная вещь. Ну ладно, там война кончится, но не дай Бог, если это я в связи с либерализмом Вебера все расскажу, не дай Бог, если это задержится. Потом наступили известные события в истории Германии и в истории России. Так вот, все то, когда Ленин писал очередные задачи советской власти и создавалась эта система наркоматов, то он осуществил эти самые рекомендации Драт и Наум и это и был социализм так, как его прочитал и интерпретировал. Он вас ждет 224-й на стороне тоже. Спасибо. Спасибо. Это и оказалось, что реальным изобретателем советского социализма был Вальтер Ратенау. Если посмотреть его работы, вы это все увидите. Затем он стал министром иностранных дел после уже войны и был убит немецкими националистами в связи с тем, что он в Советском Союзе заключал первые соглашения и так далее. Но в общем я это к тому, что Вебер увидел угрозу для развития экономики и общества как раз в этих тенденциях к концентрации и как раз в том, в чем Ленин увидел источник движения к счастливому будущему и ко всему этому. Я раньше часто думал, когда был студентом, откуда Ленин придумал эту систему наркоматов. Вроде бы как будто у него до того не было таких идей на этот счет. А потом получилось так, что мне удалось набрести на вот эти работы Вальтера Ратенау и оказалось, что вот любопытный феномен. Так вот, вернемся к Веберу и к его представлениям о политике. И он был умеренным либералом и в политике тоже и в экономике. Ну и наконец о взглядах выбора на науку. Вебер так же как и в политике Вебер отмечает, что важнейшее качество ученого это опять-таки страсть, увлеченность. Это все в своей классической работе наука как профессия. Если вы ее не читали, я вам рекомендую обе эти работы обязательно прочитать. Он подчеркивает, что в науке современной важнейшее значение имеет специализация в определенной области, преданность своему делу, личностью, пишет он в научной сфере, является только тот, кто служит лишь одному делу, подчеркивая вот эту роль специализации. Он подчеркивает значение риска в научной работе, в которой никогда не известно, придет вдохновение или не придет, будет результат или не будет, здесь всегда неизвестен результат. И он любопытным образом сравнивает науку и искусство. Надо сказать, что построена работа выбора на таком что ли принципе противопоставления и таком он сначала развенчивает науку и всячески показывает, что она мало что может противовес всякого рода циентистским и теориям, которые отводили науке столь важное место, особенно во Франции, где вообще не было деления на науке о духе и науке о природе, кстати, характерного для Германии. Так вот, его стиль, что ли, в этом произведении состоит в том, чтобы сначала всячески показать как мало наука может вообще и очень убедительно это доказывает с тем, чтобы потом показать, что все-таки она что-то может и когда он вторую часть уже разворачивает, то оказывается, что в принципе она в значительной мере противоречит первой. Оказывается, что все-таки она может гораздо больше, чем могло бы показаться в начале из прочтения его текста. Так вот, он подчеркивает, что наука находится в гораздо худшем положении, чем искусство. Почему? Потому что совершенное произведение искусства никогда не будет превзойдено и никогда не устареет. А вот в науке нет. Я цитирую, напротив, каждый из нас знает, что сделанное им в области науки устареет через 10, 20, 40 лет. Такова судьба, обратите внимание, опять судьба. Более того, таков смысл научной работы, которому она подчинена и которому служит. И это как раз составляет ее специфическое отличие от всех остальных элементов культуры. Всякое совершенное исполнение замысла в науке означает новые вопросы. Оно, это исполнение по своему существу желает быть превзойденным. Конец цитаты. Здесь, кстати, тоже есть, это напоминает нитшанские какие-то формулировки, когда, допустим, Нитша говорит, все, что зрело, стремится умереть. Так и Вебер говорит, все, что зрело в науке, оно желает как бы быть превзойденным. «Мы не можем работать», пишет Вебер, «не питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас». Произошло в наше время по Веберу расколдовывание мира. Вы знаете известную формулу Нитша, «Бог умер». И иллюзии, те надежды, которые когда-то были связаны с наукой, сегодня уже отсутствуют по Веберу. Сегодня наука не рассматривается ни как путь к Богу, ни как путь к природе, ни к каким-то другим высшим сущностям, как считалось раньше по Веберу. Он цитирует Слава Мирдама, который говорил, «Я докажу вам существование божественного проведения, анатомируя ВОЖ». Так вот, сегодня уже никто не осмелится так сказать. Наука сегодня по Веберу это явление сугубо техническое, механическое, интеллектуалистское. А в чем же тогда задается вопросом Вебер смысл науки как профессии, теперь, когда вот прежние иллюзии рассеялись? И отвечает следующим образом, я цитирую, «Самый простой ответ на этот вопрос дал Толстой, она лишена смысла, потому что не дает никакого ответа на единственно важные для нас вопросы, что нам делать, как нам жить, а тот факт, что она не дает ответа на данные вопросы, совершенно неоспорим. Проблема лишь в том, в каком смысле она не дает никакого в кавычках ответа, может быть, вместо этого она в состоянии дать кое-что тому, кто правильно ставит вопрос, это чисто ораторский прием, кстати, обратите внимание, потому что потом он опять-таки показывает, что оказывается все-таки дает ответ, что делать, как нам жить, но только в более таком техническом что-ли смысле, этот ораторский прием, кстати, замечу в скобках, когда-то использовал академик Александров, математик в конце сороковых годов, когда он выступал, он любил рассуждать на темы методологии науки, философии науки, хотя, по-видимому, мало что в этом понимал, мне лично кажется. Так вот, он выступая на собрании в академии наук, однажды ему было поручено сделать общий методологический в конце сороковых году, выступил и сказал следующее, дорогие товарищи, диалектический материализм это не наука, все тут ахнули и у кого-то там приступ мог случиться, а некоторые решили, что пора бежать и стучать на этого человека, чтобы скорее его спрятали в тюрьму, иначе их всех самих посадят. Он опять акцентированно через некоторое время повторил дорогие товарищи, это не наука диалектический материализм. Но все друг на друга смотрят, решил, что либо он сошел с ума, либо что-то произошло сверх необычное. После этого, выдержав паузу, он сказал, диалектический материализм это единственно верное учение, на котором основаны все науки. после этого все вздохнули с облегчением, поняли, что в кутузку пока его сажать рано, и стучать, бежать никуда не надо. Пока. Так вот, Выбор использует, не знаю, читал ли Александра Выбора, но мне кажется, что стилистический, ораторский прием в этой работе очень интересный, применен тот же. Может быть, говорит он, вместо этого она в состоянии дать кое-что тому, кто правильно ставит вопрос. Дальше Выбор Выбор отмечает, что политики не место в аудитории, подчеркивает, что наука отличается от веры, потому что в действительности она не признает чудо и откровение, в противном случае она не была бы верна своим собственным предпосылкам. он подчеркивает, и это актуально и сегодня, что в аудитории профессор, ученый не может и не должен быть политиком, пророком, вождем. Если он хочет им быть, он должен выйти на улицу на жизненную сцену или куда-то там в политические площадки что ли вторгнуться. Итак, что же все-таки собственно позитивного дает наука для практической и личной жизни? И отвечает он следующим образом. наука разрабатывает технику овладения жизнью как внешними вещами, так и поступками людей путем расчета. Но это на уровне торговки овощами, скажете вы, говорит он, согласен. Но тем не менее это уже немало. Второе, что дает наука, она разрабатывает методы мышления, рабочие инструменты, навыки обращения с ними. Далее, наука способна содействовать в обретении ясности. Ну и наконец, наука может заставить индивида или помочь ему дать себе отчет, как он пишет, в конечном смысле собственной деятельности. А это, извините, не так уж мало, дать себе отчет в конечном смысле собственной деятельности. С одной стороны, Вебер говорит, что наука не может вмешиваться в борьбу богов, как он выражается, в вечную борьбу богов. А с другой, она, оказывается, может заставить даже индивида или помочь дать себе отчет в конечном смысле собственной деятельности. Это очень немало. И здесь, если так, то тогда можно, если интерпретировать этот последний постулат, сказать, что все-таки она может помочь ему выбрать между различными борющимися между собой богами. Может. И здесь Вебер сам себе безусловно противоречит. Ну, а самое главное мне представляется, несмотря на все расхождения Вебера с Дюргеймом, это отдельная тема, уже ее сегодня затрагивать невозможно, что объединяет его и с Дюргеймом, и со многими другими социологами настоящими. Вебер пишет, что в стенах аудитории не имеет значения никакая добродетель, кроме одной простой интеллектуальной честности. Вот это, мне кажется, объединяет Вебера и с Дюргеймом, и с другими социологами настоящими, несмотря на все теоретико-методологические расхождения между ними. Это этика, этика честного, непредвзятого исследования. Вот, собственно, на этом, пожалуй, и все. Я уже не буду говорить о сравнительном анализе Дюргейма и Выбора, но я думаю, что вы и сами сможете его осуществить при случае, поскольку скользь я говорил об этом, и видно, что в чем они расходились, в чем сходились. И на этот счет есть любопытные, есть уже старые работы и Гидденса, и Терекяна, и Гидденса, которые рассматривают их как иногда взаимодополнительные такие фигуры. Да, еще хочу, пока не забыл, вот вышла на прошлой неделе тоже книжка, в которой я принял определенное участие в издании ее. Это книга «Политическая социология», где Выберу тоже уделено естественно значительное место. Книга французского социолога Доминика Колла «Политическая социология», она у нас тут, по-моему, уже есть. Это проректор института политических наук, я написал к ней предисловие, немножко курировал перевод. Она серьезная, там Вы найдете самые неожиданные сюжеты, которые обычно в наших книгах по этой тематике не затрагиваются, в частности там есть Фукои, Фредди, Лакана и так далее, которых она служит, эта книга, учебником для студентов первого цикла французских университетов. Серьезная книга, хотя без в чем я вижу преимущество, я, кстати, это и в предисловии написал, она, с одной стороны, серьезная, с другой, там нет игры словами, и она в общем поддается интерпретации достаточно однозначной, в отличие от некоторых других текстов по социологии и политике, например, Бурдье, там нужно много раз подумать, прежде чем прийти к уверенному, быть уверенным в том, что вы поняли это адекватно, а учитывая еще проблемы перевода, то здесь весьма сложно, потому что он иногда играет словами, а здесь эта книга основанная на очень большом количестве источников, она оригинально построена, мне кажется, серьезная. Если есть вопросы по поводу выбора, то, пожалуйста, все ясно? Ну, хорошо, тогда я вам желаю всего самого хорошего, значит, жду от вас и пиратов до 12 марта и потом у нас будет экзамен. Саша, вопрос, вопросы принесу в ближайшие на той неделе. Спасибо.